уважаемые козероги всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 22 по 28 марта включительно что ждет вас в этот период информация общего характера этот таро прогноз подойдет как женщинам так и мужчинам и тем кто одинок и тем кто в паре я надеюсь что многие из вас найдут ли себя масса полезной информации все что требуется от вас это внутреннее спокойствие только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать не забывайте о том что расклад всего лишь один вас много для всех одинаково проиграться он не может по каждой карте я даю максимум из того что я вижу а вы для себя берете только то что подходит под вашу жизненную ситуацию для тех кто знает свой асцендент смотрите этот таро прогноз и по асценденту таким образом у вас будет больше информации для анализа и сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания подумайте о своем вопросе сосредоточьтесь на нем так карта которая останется на самом дне колоде после основной выкладки и будет являться ответом на ваш вопрос до для тех кому нужно больше времени ставьте на паузу а я продолжаю и так ваша первая карта тянется автоматически 2 2 карты так я и беру уважаемые козероги все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению как видите первыми вышли сразу две карты хотя обычно я беру одну значит так и должно быть обращаю ваше внимание на то что это не простые две карты два подряд старших арканов карта старшего аркана смерти и карта старшего аркана солнышко также по вертикали вниз идет следующий карта старшего аркана императора три заглавные карты и все старшие арканы это говорит о том что события этой недели для многих из вас будут важными и переломными карта смерти говорит о том что еще в недавнем прошлом вашей жизни была масса хлопот и проблем эта карта говорит о том что что-то и до сих пор вас тревожит беспокоит из-за чего-то вы волнуетесь и переживаете в вашей голове происходят трансформации и переосмысления но по солнышку это возрождение это новый этап в вашей жизни трудности остаются позади за вашей спиной начинается новый этап новые возможности для тех кто болел эти карты говорят о возрождении о выздоровлении если у вас были какие-то критические сложные ситуации эта возможность наконец-то найти из них выход так и будет и карта солнышко говорит о том что у вас наконец-то появляются силы вера энергия для того чтобы что-то менять давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели и мы видим снова старший аркан карта императора если говорить о мужчинах эта карта может показывать вас собственной персоной ваш характер вашу волю ваше умение планировать свою жизнь и в дни сегодняшнем и на будущее для многих вы являетесь авторитетным человеком с мнением которого считаются однозначно к вам прислушиваются многие из вас имеют задатки лидера и вы могли бы кем-то руководить кто-то по этой карте действительно может отвечать за какие-то процессы и делаете это вполне успешно если говорить о мужчинах если говорить о женщинах то вот эти сложные преодоления жизненных трудностей поможет вам пройти мужчина именно благодаря мужчине что-то в вашей жизни меняется и выравнивается появляется стабильность и вера в завтрашний день для кого-то из вас эта карта может показывать супруга родственника это может быть и любой человек из внешнего мира от которого что-то могло бы зависеть в вашей жизни если говорить о женщинах то вам самой в чем-то нужно проявить мужские качества характера для того чтобы развиваться и идти вперед давайте посмотрим что ждет наши семейные пары для семейных пар выпала карта четверки мечей и карта восьмерки жезлов если говорить лично о вас то я вижу вашу подавленность в этих отношениях ваше болезненное состояние возможно действительно кто-то из вас болеет испытывает недомогание вам нужно лечение по восьмерочки жезлов я вижу что ваш партнер или партнерша готов чем-то вам помочь даже если по здоровью у вас все нормально эти карты могут говорить о том что вы устали от этих отношений либо о том что ранее были очень болезненные для вас конфликты и вы как будто бы не можете простить какие-то старые обиды но все-таки восьмерка жезлов позволяет что-то исправить в этом периоде по крайней мере я вижу что ваш партнер тянется к вам готов идти на встречу готов вам чем-то помогать и угодить паре ваш партнер выглядит более комфортно чем вы я вижу что на вас какой-то основной груз основная тяжесть ваша вторая половинка человек очень социально активный и довольно таки успешный в этом периоде но из-за вас могут быть также переживания я вижу что вы вместе и даже если вы лично на сегодняшний день испытываете затруднения касающиеся дома быта выход будет найден давайте посмотрим что ждет наших свободных козерогов и для свободных козерогов выпала карта старшего аркана мира карта пятерки мечей и карта семерки пентаклей если бы не пятерка мечей можно было бы сказать что у вас все отлично но пятерка мечей говорит о том что у вас есть враги как тайные такие явные возможно с кем-то у вас уже открытое противоборство и ваши враги не таятся действуют действуя уже сейчас вы по этой карте возможно и сами в отношении кого-то агрессивно настроены вы явно знаете кто эти люди с которыми у вас спор или конфликт и возможно это один определенный человек но с которым у вас и ранее были выяснение отношений и непонимания по карте мира я вижу что вы способны изменить любую ситуацию но вы готовы договариваться с нормальными людьми с адекватными людьми с теми кто вас не слышал ранее вы себя ведете довольно таки агрессивно в работе в делах у многих тоже напряжение я вижу что вы можете зарабатывать но каждая копейка дается вам нелегко вы отдаете слишком много своей энергии для того чтобы заработать в работе также есть конкуренция сплетни и интриги по карте мира я вижу что вы ищете выход вы ищете новые возможности вы хотите что-то в своей жизни менять и это для вас возможно запаситесь терпением по семерке пентакли на развитие той ситуации которая для вас важна нужно просто время сейчас может быть вы испытываете недостаток финансово но у вас будет возможность улучшить свое финансовое положение если говорить о вашей личной жизни я вижу что вы человек общительный открытый вы готовы к новым встречам но такое впечатление что кто-то пытается мешать вашему счастью и здесь также есть зависть с вами может кто-то конкурировать и в личных отношениях и зная о вас кто-то может в отношении вас действовать очень жестко и если вы на сегодняшний день с кем-то встречаетесь у вас есть друг или подруга вот эта карта предполагает то что из внешнего мира есть угроза кто-то недоволен тем что происходит в вашей личной жизни вам любыми путями стараются вредить мешать сама по себе эта карта может показывать ваш собственный нерв воспоминания о том что раньше вас предавали вам было больно и сейчас вы настроены довольно таки категорично и с опаской смотрите на всех тех людей которые входят в вашу жизнь даже если вы встречаетесь по этой карте явно пробегает недоверие вам может казаться что вокруг одни враги и что вы не встретите нормального человека но это не так это ваши страхи я вижу что вы способны их преодолевать и что-то в своей жизни менять то что касается работы для тех кто ищет работу если говорить о свободных козерогах то работу вы тоже можете найти но скорее всего на то место на которое вы захотите попасть будет большая конкуренция либо даже найдя работу первое время в коллективе вас могут не принимать тяжелая адаптация и тяжелое приспособление но вы люди цепки и и когда вам нужно зарабатывать вы умеете приспосабливаться давайте заглянем в сердце вашего расклада и здесь мы увидим основные события вашей жизни центре расклада мы видим тройку пентакли это карта денег эта карта работы и она говорит о том что все ваши мысли заняты тем как бы заработать кто-то может думать о дополнительных источниках дохода если у вас есть основная работа то в этой работе вы совершенствуетесь вы ищите какие-то новые пути решения и старайтесь делать свою работу на качество за это вас ценят уважают и конечно же у вас и в будущем будут заказы эта карта огромной трудоспособности и терпения в работе заказы будут работа будет для тех кто ищет работу есть возможность работу найти но возможно на первых порах вы будете как ученик или ученица возможно вам нужно будет получить дополнительные знания в самом процессе но уже с первых дней зарплата вам будет начисляться кто-то по этой карте может совмещать работу и учебу также вы это будете делать успешно в общем-то эта карта говорит о том что у вас и на будущее есть возможности свои финансы увеличивать а теперь давайте посмотрим что в доме денег в доме финансов на самом деле и в дом денег для вас выпала очень болезненная карта это десятка мечей и несмотря на то что мы видим что деньги вы зарабатываете они к вам поступают эта карта может предполагать любого рода трудности которые были и раньше какие-то старые проблемы которые не дают вам покоя до сих пор может быть кто-то болеет из вашего ближайшего окружения может быть деньги уходят на ваше собственное лечение потому что по этой карте мы видим боль мы видим страдания и переживания может быть вы просто переживаете за то что вам нужно что-то отдать вовремя и чтобы на все день не хватило я вижу вашу эмоциональную тяжесть вы пытаетесь справляться вы пытаетесь преодолевать любую боль а это говорит о том что вы люди очень сильные проблемы конечно существуют вашей жизни происходят обновления но для вас они крайне сложные давайте посмотрим что происходит во внешнем мире на внешний мир выпала карта туза мечей эта карта новых начинаний и многие из вас думают о этих самых начинаниях снова таки вы думаете о том что вас в чем-то может постигнуть неудача что что-то не получится и вот эти мысли вам мешают вам нужно думать позитивно и вы не должны ничего бояться эта карта воинов эта карта людей смелых и решительных людей которые прошли уже не одно сражение конечно по этой карте огромный нерв вы как натянутая струна вы постоянно думаете 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 о том как решить те задачи которые для вас самые болезненные две подряд карты острые давайте теперь посмотрим на скрытые факторы что вам на ближайшее время может помочь или что может помешать для вас выпала карта старшего аркана силы карта шестерки пентаклей и карта рыцаря мечей старший аркан силы говорит о том что вы столкнетесь возможно с противодействием в делах в работе с кем-то вы здесь как будто бы меряетесь либо силами либо интеллектом но тем не менее по этой карте вы проявите всю свою мудрость и сможете вы стоять в любой конкуренции вы сможете неплохо зарабатывать шестерка пентаклей эта карта хороших доходов удачного сотрудничества и того что возможно вы сами во что-то пытаетесь вкладывать деньги но по рыцарю мечей возможны конфликты возможны стычки характеров и интересов спорные вопросы у кого-то могут быть из-за денег это все то что может в работе обсуждаться я вижу что вы очень порывисты вы сразу же готовы кому-то дать отпор как только чувствуете малейшую угрозу вы устали быть страдальцами и под кого-то приспосабливаться если говорить о мужчинах все-таки ваша излишняя эмоциональность будет вам немножечко мешать и вы можете с легкостью нажить себе какие-то проблемы поэтому контролируйте свои эмоции для тех кто решает вопросы которые проходят через казенные дома в чем-то сложность остается понадобятся финансовые вложения но денег у вас хватит хотя из-за этого вы нервничаете давайте посмотрим чем для вас эта неделя завершится на завершение этого периода для вас выпала карта десятки чаш и эта карта говорит о том что все-таки результатами этой недели вы будете довольны многие из вас могут неплохо отдохнуть вы сможете устроить себе постельный режим захотите встретиться с друзьями у вас это получится захотите пойти кому-то в гости вас кто-то примет с радостью эта карта может показывать ближайшую родню разговоры с теми людьми которые вам дороги и близки и эта карта также может говорить о том что у вас есть друг или подруга возможно человек на вас не похожий но вам с этим человеком очень комфортно и это какие-то душевные разговоры которые придают вам сил и уверенности в общем-то эта карта комфорта безмятежности и счастья и она говорит о том что даже если в течение всей этой недели из-за чего-то очень сильно вы волновались то в конце недели вы заслуженно отдохнете и чему-то порадуетесь для кого-то из вас эта карта может даже предполагать семейные праздники и любого рода торжества давайте посмотрим на карту основного совета и для женщин и для мужчин для вас выпала карта двойки жезлов она говорит о том что многие из вас испытывают двойственность то есть эта двойственность может касаться как финансов так и выбора чего-либо до конца вы в чем-то не уверены но все ответы на поверхности стоит вам только захотеть что-то либо поменять либо получить для себя какую-то информацию и все это будет в ваших руках это непростая карта двоечки жезлов она присоединена каракулу ленорман как вся эта колода и она говорит о том что все ключи в ваших руках но в вашей жизни есть какие-то ваши собственные тайны возможно еще тайны других людей которые вы пытаетесь для себя разгадать все тайное станет явным то что было для вас неясным прояснится если это финансовые затруднения то выход также должен быть найден стоит вам только действительно поискать давайте посмотрим теперь ответ на ваш вопрос да или нет и для вас выпала карта пожар жезлов эта карта дает ответ да но по поводу вашего вопроса вам придется еще побегать посуетиться возможно немножечко понервничать но ваше позитивное настроение вам будет помогать то есть я вижу что по этой карте вы не теряете надежду самое главное правильный настрой и желаемое вы получите но ваш вопрос в начальной стадии своего развития для тех кто задавал вопросы связаны с вашими детками здесь все будет нормально не волнуйтесь ваши детки нормально будут развиваться и в их жизни тоже что-то будет стабилизироваться эта карта может предполагать громкие разговоры горячие споры по поводу того что для вас важно это ваши идеи которые вы пытаетесь кому-то донести делайте это вас обязательно услышат давайте теперь спросим что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера и для женщин и для мужчин я возьму всего лишь две карты я думаю что информации для размышления у вас предостаточно итак две карты для вас выпала карта туза жезлов и карта четверки жезлов две карты жезлов обращаю ваше внимание на то что в вашем раскладе уже был туз но это был туз мечей то есть это карта новых начинаний которые в сложностях карта туза жезлов также говорит о новых начинаниях рядом с четверкой жезлов она говорит о том что вы найдете поддержку вас обязательно кто-то поддержит не волнуйтесь у вас все получится больше уверенности в себе помочь вам может кто-то либо из ваших самых родных и близких либо кто-то из тех людей которым вы доверяете как самому или самой себе и четверочка жезлов говорит о торжестве победе о заслуженном празднике и отдыхе после трудов поэтому мало того что вы сможете реализовать все то что вы хотите вы свой успех и свою радость разделите со своим ближайшим окружением великолепные карты для семейных пар для создания новых отношений для развития имеющихся отношений даже если это какие-то рабочие проекты все у вас здесь будет успешно уважаемые козероги таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях как для вас информация проигралась была ли она полезной в завершении этой недели пересматривайте расклад для того чтобы убедиться что с вами срезонировала а что нет а я не прощаюсь с вами я вам всем желаю удачи и всех вас жду в следующих недельных прогнозах всем до свидания а